Без жертв. В минувшие выходные в одной из квартир по улице Абая произошел пожар. Кадровое изменение. В Балхаши назначен новый прокурор. В минувшие выходные в одной из квартир по улице Абая произошел пожар. ЧП случилось в обеденное время. На момент происшествия в квартире находился 80-летний хозяин. Пенсионер успел выйти из квартиры. Пламя охватило площадь в 6 квадратных метров. За медицинской помощью хозяин квартиры не обращался. Чтобы не допустить пожара, управление по честь города Балхаша рекомендует не курить в постели, не выбрасывать окурки с балконов, не включать одновременно несколько электроприборов большой мощности, не эксплуатировать электропровода с поврежденной изоляцией, не применять самодельные предохранители, не сушить белье над газовыми и электроплитами, не допускать игр детей с огнем. В Балхаши назначен новый прокурор. Им стал Канагат Адибеков. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году. Работал в городе Тимыртау, Жанаркинском районе и в районе имени Казбекби. Был помощником прокурора области по мобилизационной работе, заместителем начальника управления кадровой работы прокуратуры области и заместителем прокурора города Тимыртау. Также начальником управления по надзору за законностью уголовного преследования прокуратуры области. Стаж работы в органах прокуратуры – 13 лет. Основной причиной назначения является содействие повышения социального положения жителей города Балхаш, борьбы с преступностью и его профилактикой. Будем работать над решением этих вопросов. Есть много других проблем, одним из которых является мошенничество. На сегодняшний день в городе Балхаш уровень мошенничества возрастает. Жителям и гостям города Балхаш стоит быть внимательными, перепроверить звонок, если есть возможность. Земляк-поэт Айден Баес презентовал первый сборник стихов под названием «Хланье». Почетными гостями творческого вечера стали группа поэтов во главе с Мусурбеком Усейдахметом и Багдатом Мубараком. Айден Баес – выпускник школы-лицея номер 2 имени Абая. На творческий вечер пришли и его наставники. В настоящее время поэт работает в сфере энергетики. Он совмещает работу и творчество. В его стихах можно проследить близость к жанру баллады. Для стихов Айдена Баиса пишется и музыка. В Балхаше прошел традиционный конкурс «Сулужерну Сумхара». Событие совпало с днём рождения поэта, писателя, драматурга Сакена Сифулина. Школьники и студенты приняли участие в конкурсе художественного чтения. Участники соревновались в двух номинациях. На первом этапе нужно было выразительно прочитать прозу. А второй этап назывался «Сакен – неиссякаемая река поэзии». В нём конкурсанты читали стихи поэта. Конкурс уготовилось вместе с руководителем. Моя любовь к произведениям Сакена Сифулина и к поэзии в целом родилась ещё в школьные времена. Участие в конкурсе приняли 30 человек. На первом этапе лидировали Айтул Канкайдар, Алий Кушкаров, Айнур Алтымбекова. На втором – впереди остальных оказались Ертай Корпитай и Айсулу Мараткоза. Во Дворце культуры имени Хамзина прошли игры КВН. В них приняли участие шесть команд из числа студентов колледжей и школьники. В последний раз такие состязания в городе проходили три года назад. По итогам третье место за командой третьей школы-интернат. Вторыми стали студенты БГТК. Победу одержали студенты Болгарского многопрофильного колледжа. Поменялось движение автобусов по маршруту номер три. Причиной стал отказ перевозчика после рыбного завода ездить до конечной остановки Хамбаевы. В связи с этим Акиматом города официально утверждена схема движения общественного транспорта, курсирующего с города в посёлок Шашубай. Теперь пассажиры смогут доезжать до конечного пункта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин